Снова здорова, господа, на связи Роман и канал Фрисенгеймс. У нас новая игрушечка. И почему не Undertale, спросишь ты, потому что скоро выходит кое-что, что я хочу пройти, а Undertale мы к выходу этой игры не успеем. Этот же хоррор вроде как не длинный, и я надеюсь мы уложимся в график. Так, поехали. Так, яркость. Хорошо, яркость меня такая устраивает. Окей. Silver Chains называется эта игра. Silver переводится как серебро. Chains, понятия не имею как что. Так, опции, опции. Сразу мыло, если тут есть, я, пожалуйста, текстуры сюда, эффекты сюда. Тени тоже можно повыше, почему бы и нет. Дистанцию туда же. Это понятия не имею, что это. V-Sync включить. Что? Ладно, хорош. Этого у нас ничего нету. Громкости, естественно, мы с тобой... О, хорошо, добавили. Добавили громкости и лангуаги. Теперь русский есть. Всё, русский есть. Всё, отлично, мы с тобой играем. Мы с тобой сегодня живём. Тогда... А, это сглаживание. Это сглаживание. Допустим. Ладно, поехали, помчали. Новая игра. Будем посмотреть. Мне нравятся, на самом деле, хоррорюшки, но мне не нравятся тупые скримерные хоррорюшки. Мне нравятся вот такие вот, чтобы прям было интересно, чтобы какой-нибудь там сюжетик, развязка. Вот как, например, последнее, Мэйтовскер от Эльскер. Вроде бы, как бы, неплохо. Но они испортили всё графикой и стоимостью. Ну, не стоит она просто своих денег. Господи, я врезался в дерево. На этом? Как ты выжил, брат? Серьёзно, вот как бы ты меня прости, но обычно после аварии на таких машинах люди не выживают. Здесь чуть-чуть всё подмылено, но это не подмылено, это туман. Потому что я вижу, что, допустим, смотри, если мы сюда подходим, здесь достаточно всё-таки... Скажи мне, я тебе скажу. Где я? Достаточно всё чётко видно. Ооо, брат, у тебя сотрясение. Я уже близко, может быть, там есть кто-то, кто мне поможет. Возможно. Фу, фонарь? Нет. Я пока ничего не могу делать, да? Тап? Нет, вообще ничего не могу делать. А, я могу бегать. На Катерилл присесть? Отлично, хорошо, ну давай пробежимся немножко. Тихо-тихо. Опа! Здравствуйте, да, там кто-то есть. На Unreal Engine 4, если что, по-моему, игра построена. Но оно заметно, слушай, достаточно-таки графонисто. Я не знаю, картинка, как тебе. Сейчас у него всё немного в глазах плывёт. То есть, это не игра плывёт, а именно у него в глазах. Я тебе говорю, у него сотрясение мозга. На таких машинах люди не выживают после ДТП. Тем более в дерево. Он, по идее, должен был расхлестаться по этому дереву просто на ура. Так, упали. Окей. Что-то в ушах звенело. Теперь у меня сменит в ушах. Ага. Ну, давай. Довольно-таки странно, что она долго грузится. Хотя, кстати, игрушечка весит, на секундочку, 12,7 гигабайта. По современным меркам это мало. Но, опять же, для хоррора это очень много. Это очень много. Это безумно много для хоррора. Потому что обычно хорроры, ну сколько? Ну, два. Ну, четыре. А здесь 12,7 и не грузится ни хрена. Ещё и вебка подвисает во время загрузки уровня. Игра, работай, пожалуйста. Что-то происходит. Это я? Чё? Кто здесь? Питер, нам нужно скорее уходить. Ага. Нет. 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 Кошмар приснется. Ага. Как я оказался тут? Последнее, что я помню, это авария и дом. Но я вроде отключился за домом. А, тап и... А, последнее, что я помню, это авария и дом. Вроде как я отключился за домом. Как я оказался здесь? Надо осмотреться. Давай осмотримся. Не, ну слушай, прям вообще графонисто. Ой, блядь, это вот эта игрушка, которая, типа, демона призывает в спиритические сеансы. Или как они там называются, с духами общаться. Я ни с чем не могу, кстати, взаимодействовать. Интеракта нет вообще. Дверь? А. Дверь есть. То есть у нас должна появляться точка, потом из этой точки вырастает буква Е. Вот так вот, например. Здравствуйте. Ну что-то здесь халупа какая-то. Ключ в библиотеке. Что там может быть? В смысле запись на зеркале? На каком зеркале? Опа. Ключ в библиотеке. Мне нужен ключ. Хорошо, а хуйню то есть зачем взял? Я ее как-то могу прокрутить, повертеть. Здесь есть настройки управления? Так. Раскат, раскалывай. О, смотри. Так. Инвентарь. И. Отмена Q. Дневник. F. Достать, спрятать лампу. Т. Монокль. Р. Погоди. Ага. У меня пока ничего нету, значит меня видимо обучат. Дальше по ходу пьесы. Нажми И, чтобы открыть инвентарь. Ага. 31 октября 1900 года. Я осталась совершенно одна. Все служанки уволились в страхе за свою жизнь. Я не могу их винить. Если бы я могла убежать от всего этого, я бы так же поступила на их месте. Но все, что могло произойти, уже произошло. Мне не спрятаться? Я не могу спать. Я постоянно слышу их голоса и смех. А еще это дьявольское хихиканье. Оно сводит меня с ума. Я знаю только один единственный способ освободиться от всего этого. Это моя последняя запись. Прощай. Это что означало? Что как бы... Боже, что здесь произошло? Глубоко в душе не знаю. Здесь так темно. В смысле? Короче, без лампы? Ой, да не, ну серьезно. Не-не-не-не-не. Я не люблю хорроры, в которых надо по шкафам прятаться. Блин, вот отстой. Это плохо. Это плохие в хорроры. Это фу такими быть хоррорами. Опа. Интересно. Так, интересно, что я вас даже на превьюшку возьму. Опа. Хорош. Нажмите Т, чтобы достать лампу и убрать лампу. О! Прикол. Офига себе. А я могу дальше пройти? Нет. Здесь лампа была изначально, да? Окей. Прикольные пупсики. Это что? И нахера я здесь? Типа шкаф, гардеробную? А лампа бесконечная у меня, да? Отлично. Пошли туда, где темно. Мне кажется, нас там ждут. Опа, дверка. Дверка в смысле дырка. Сюда я могу? Нет. А если я лампу уберу? Нет. Просто бывает в некоторых играх, что пока ты не уберешь предмет из рук, ты не можешь интерактировать. К счастью, это не такая игра. Допустим. А ты встать хочешь? Хочешь. Опа. Ебать, так же можно было... О, интересно. Так, направо-налево. Пошли направо. Что? Дом выглядит заброшенным, но здесь горят лампы. Может здесь кто-то есть? Может есть. Вон сохранение, кстати, пошло. Шар покатился. А, я не могу, мне нужен ключ, видимо. М-карта. Не, нихуя. А, кстати, где мне искать библиотеку, если что? Потому что ключ-то в библиотеке, а библиотека где? О, мне не нравится это. Я понял. Что это было? Мне не показалось, это было привидение, надо выбираться отсюда. Надо спуститься на первый этаж. Обязательно. Но чуть-чуть попозже. Нам надо все проверить. А можно дверь закрыть? Ага, можно. Понял. Блин, а что все закрыто? Так не интересно. Опа. Здравствуйте. 5 сентября, между прочим. Погоди, я до этого октябрь был. Сейчас сентябрь. Странно. После того случая, служанки услышали, как я кричала, и без моего ведома вызвали доктора Моргана. Возможно, они правильно поступили, но я точно уверена, что слышал этот ужасный голос. Я пытался объяснить про голос доктору, но он настоял на том, что это были побочные эффекты моего лекарства. И, возможно, я неправильно употребляю их. Поэтому оно могло вызвать галлюцинации. Мне прописали новое лекарство, и доктор попросил нашу няню проследить за тем, чтобы я правильно их пила. Возможно, это и правда была галлюцинация. А возможно, и нет. Кажется, тот, кто вел этот дневник, мучили проблемы с галлюцинациями. Ага. Я понял. То есть я в любой момент могу достать дневник и перечитать его. О, тут электричество есть. Хрена себе. Здравствуйте. Там свет горит. Ну, это выход обратно в тот коридор, откуда мы пришли с тобой. А может и нет. Летсплей. Да, это летсплей. Это летсплей определенно. Это летсплей. Это не стрим нихуя. Блин, что-то мне уже не по себе становится. Ага, тут нужен ключ. Ладно, мы здесь, короче, все прошли. Здесь у нас, получается, закрыто. Там, куда мы с тобой могли зайти, мы уже зашли. Единственная дорога, которая у нас с тобой есть открыта на данном этапе, это спуск на первый этаж. Собственно говоря, куда нам и сказали идти. Куда мы с тобой и пойдем? Мне кажется, или кто-то где-то... Привил? В смысле? А, я не могу здесь пройти? А как? А я не могу здесь пройти. Так, а все закрыто. Погоди. А вот это, кстати, не работает почему-то. Е. Он не дергает за дверь вообще. Что не так с этой дверью? Ебануться. Ходу игра сломалась. А где? А можно я чуть погромче себе сделаю? Че? Че, че, че? Тихо, тихо. Ага. А кто ревел? Че за хуйня? Не надо. Не трогай. А я ведь предупреждал. В говне искупали. Так, поворачивайте объект, используйте ВАСД. Важно, не забывайте всегда запирать дверь от черной лестницы на замок. А, на замок. И оставлять ключ в подсобке. Ага, ключ в подсобке от черной лестницы. А я не могу, что ли, это взять? Не могу. А в какой подсобке ключ? Погоди, не понял. Че-то меня запутали с этими дверями, всеми подсобками, ключами. Библиотека, подсобка. Черная лестница. Вот эта дверь, которая вроде дверь, а не дверь. Интерактируйся, сволочь. Да, она не работает. Нет. Так. Попасть на первый этаж. Да, прыгай вниз, да и все. Дюлов-то. Ключ в подсобке. Погоди, я что-то где-то упускаю. Видимо, оно вот прям под носом где-то валяется, я его просто не вижу. Если здесь у нас опять музыка играла. То, возможно, что-то здесь будет происходить. Блять. Ты тут так резко дверь закрыл, что я аж испугался, прикинь. Что это? Для выгребания угля в камине. Так, это медальон. Погоди. Погоди. А мы взяли эту хрень для чего? Бить кого-то? Что-то открывать? Поворачивай, бег используй. Ком-ин. Ком-ин это типа входи. О, ключ хорош, подожди. А ключ от чего? Можно спросить, пожалуйста, это от чего ключ-то? Это, видимо, сюда вход. Ага. Что? И что? А-а-а. Интересненько. Так, двигай мышкой. Тихо-тихо-тихо. А, надо в центре удержать. Погоди, спокойно. Сейчас меня по-любому напугают. Сейчас наскриминят меня. Нет? Не заскримили? Почему? Странно. А-а-а. Все, я понял. Надо немножко повнимательнее. Допустим. Ладно, у меня ключи отобрали. И кочергу тоже отобрали. А вот лестница. Здравствуйте. Это наверх, это вниз. Наверх, наверное, проход закрыт. Так, дверь закрыта, точно. Прям не пускают. Да, как что и следовало ожидать. Ладно, интересненько. Опять же, нам сказали идти на первый этаж. Значит, мы пойдем на первый этаж. Что? Что? Кто-то крикнул. Громко и неприятно, кстати. Но не страшно. Ага, это кухня. Бля, закрыта. Опа. Здравствуйте. 21 августа. 20 августа 1900 года. Мой любимый Гарольд ушел из жизни. Почему мы в обратном... Видимо, у этой женщины начались проблемы после смерти мужа. Почему мы в обратном порядке-то идем? Октябрь, сентябрь, август. Здравствуйте. Кстати, огонь горит. Я только сейчас это заметил. Что это было? Ебануться. Питер, это ты? Зачем ты вернулся? Она ищет тебя. Мамочка очень зла на тебя. В столовой я встретил кого-то. Это была маленькая девочка, или по крайней мере, была на нее похожа. Она откуда-то знает мое имя. И сказала опасаться матери. Этот дом, он кишит привидениями. Надо срочно найти выход. Бля, ну вот это вот мне от мамашки, что ли, теперь по шкафам надо шкериться? Да серьезно? Да я не хочу в такую игру играть. Давай кочергу возьмем, уебем ей просто по голове, да и все. Делов-то. Блин, а где дверь-то рабочая? Ага. Рояль. Так, у нас, если что, тут есть шкаф. То есть мы уже знаем, где нам надо прятаться, да? Хорошо. 17 августа. Дорогой дневник. Позавчера после долгого путешествия приехал мой Гарольд. Я безумно скучала по нему, а дети то как счастливы. Наконец-то вся семья в сборе. Вчера мы весь день провели с семьей. Он рассказывал про свои приключения и раздал нам столько подарков. Дети в восторге от кукол и игрушек, которые отец им привез. Гарольду немного нездоровится после приезда. Думаю, он просто устал. Пойду приготовлю ему горячую ванну. Ой, горячая ванна, это прикольно. Недолго их счастье продлилось. Ну да, недолго. О, нихуя ты играть умеешь? А не боишься, что тебя сейчас призрак пальцы прижмёт? Не, прикинь, да? Была жёсткая авария. ДТП. Он оказался в доме с привидениями. И нихуя не с того ли сел и посидел. Думаю, дай-ка и сыграю на пианино. Почему бы нет? Бля, Питер, ты как бы немножко ебанутый человек, в принципе. Полученное достижение пианист. Ну и похуям вообще. Прикол в том, что мы на первом этаже, а здесь есть стеклянное окно. Почему нельзя разбить окно и просто-напросто съебнуть отсюда? Ну я бы именно так и сделал. Это ладно, когда с высока, но с первого этажа почему бы и нет? В смысле? Бросьте нахуй, это херней страдает. Какое поместье здоровенное? Опа, нужен ключик. Мне, судя по всему, наверх, да? Ну ладно, пошли. Это что? Ебам, а маха, походу, припёрлась. Беги. Это хреново. А как узнать, что она уничтожила? За мной гнулась высокая страшная женщина, она явно хотела меня убить. Похоже, это и была мама, которая предупреждала та девочка. И... Не понял. Тап. И. Пум. Вышел. И нажал. Ага, блин, эта девочка я должен был более-более осторожным и скрытым, чтобы выйти живым из этого дома. Блин, а я не хочу по шкафам лазить, ты понимаешь? Я не люблю вот эти игры, блядь. Шкафа лазить нет. Это какой-то интересный странный звук, кстати. Я помню эту лампу, она с секретом. Да с каким же? А секрет заключается в чем? Серьезно, секрет заключается в чем? Взять. Думаю, это работает как рычаг. Погоди, погоди, погоди. Рычаг для чего? А-а-а, все, я понял. Секрет. И что я должен здесь увидеть? По идее, я должен прокрутить ее так, чтобы она открылась. Внизу, потому что есть... Херовина? Но как прокрутить-то? В каком месте мне ее оставить? Остановить, имеется в виду. Да ну нахуй, понятия не имею вообще, что я... Что за этой лампой делать? Крутишь ее как дебил, крутишь, вертишь. Не, я не знаю. Пока не знаю, видимо потом подскажут, расскажут. О, нихуя себе. Интересный поворот. Ты что-нибудь понимаешь? Я пока нет. Не, не знаю. Ладно, отстань. Пойдем рычаг этот вставим. Походу, кто-то за этим шкафом что-то есть. Надо хорошо... Что? Погоди, за каким шкафом что-то есть? Не понял. А за каким шкафом что-то есть? За этим? О, нихуя себе. О, нихуя себе. Интересно. Бля, она идет. Подожди, 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 подожди. То есть получается нас каждый раз будут предупреждать, да? О том, что она идет. После чего нам надо будет собираться быстренько и бежать в шкаф. Как же она позорно ходит для игры за 500 рублей на Unreal Engine 4, между прочим. Анимация передвижения мамочки просто пиздец. Ну да посмотри на это. Охуеть. Все, она тупо испарилась. Допустим. Еще один шкаф. Тоже, между прочим, рабочий. Ну и теперь я понял, что мне еще надо отметки мелком искать. О. Хорош. Отлично. Души умерших никогда не выполняют твою просьбу просто так. Они любят загадки и идут к тебе навстречу только после того, как ты решишь их или выполнишь их просьбу. Обычно эти загадки как-то связаны с их жизнью. Чтобы их разгадать, мне приходилось рыться в их прошлом и узнавать самые разные детали из жизни. Благодаря дневникам это было не сложно, но с детьми сложнее. В основном они хотят играть, но игры у них необычные. Иногда мертвые строят барьеры в настоящем, через которые человек не может пройти. Они открывают их только если выполнить их условия. Но надо помнить, что они видят мир совсем иначе. Воу. Видимо, кто-то хочет, чтобы я нашел части этой фотографии. Мне нужно найти остальные части фотографии. А. Ну хорошо. Так бы и сказал. Надо что-то толкать. Что-то я же испугался, блядь. Так, 14 сентября, между прочим. Дорогой дневник. Я не понимаю, что происходит в этом доме. Я не верю никому. Вчера, проснувшись глубокой ночью, я, как обычно, пошла проверить деток. Деток. Хотел сказать, но нет деток. Зайдя в комнату, я почувствовал знакомый запах. Такой запах стоял, когда Геральт возвращался после охоты с добычей. Заглянув под кровать, я обнаружила обезглавленные тела животных. Было так много крови, смешанной с грязью и клочками шерсти. А та вонь! И это все было под кроватями моих детей. Я забрал их детей себе в комнату, а служанкам приказало все отмыть здесь. Кто мог устроить такое? Мне кажется, что кто-то пытается намеренно свести меня с ума, чтобы отобрать единственное, что осталось у меня, моих детей. Мертвые животные в детской комнате? Это ужасно. Согласен. Мертвые животные, в принципе, ужасно. А если они еще под твоей кроватью, то это вообще пиздец. Так, ну я нашел кусок. Зырь. Еще два надо. Так, меня отсюда выпустят? Куйца. А, погоди, так все... Они все здесь находятся? Серьезно? Серьезно? Ага. Допустим. Так. Погоди, ну это где-то очевидное место должно быть. Опа. Я тебе говорю, что где-то очевидное место. Ага. Реставратор достижений, между прочим. Кого-то повесили. А на этой фотографии был я. Значит, это моя семья? Кими и Эли, это мои брат и сестра. Моя мама. Но что за женщина рядом? Где появился рисунок петли? Что-то тут случилось. Я ничего не могу вспомнить. Хорошо, дверь откры... Опа, дверь и открыли. Окей. Бля, погоди. Это я вернулся туда, откуда я... А, ну тогда да, все верно. Там был где-то светильник, который... Барахлил. Я думаю, что мне туда надо вставить эту ручку. И использовать ее как рычаг. То есть вот здесь. Естественно. Чего? Пять раз по часовой, три раза против, шесть раз по часовой. А-а-а, все, я понял. А кто где мычит? Погоди, ты где мычишь, братан? Бля, тут шкаф не работает, это плохо. Может, его отодвинуть надо? Да где ж ты? Да хуй на тебя вообще. Прости, я пытался и не смог. А можно... Да ну нахуй. Я хотел... Только-только хотел карту попросить. Бля, ну здесь как-то это без карты хреновенько, если честно. Мне бы карту. Где тут детская комната-то была? Ага, вот она. Так, пять раз по часовой, три раза против, шесть по часовой. Пять раз по часовой. Пять раз это как? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не понял. То есть, прямо круг надо сделать? Серьезно? А откуда засекать? Ну, допустим, вот этот ангелочек. Бля, да это невозможно. Подожди, стой. Серьезно? А засекать-то с какого момента? Ебучая загадка. Ненавижу такие загадки. Тупая дебильная загадка. Я тебе серьезно говорю. А, тут нихуя не сказано. Так, а что, пять кругов надо намотнуть в одну сторону, потом три раза в другую, потом шесть раз еще в другую? Блин, ну это бред какой-то. Тут дом быстрее развалится, чем я эту загадку разгадаю. Бля, разбегись, выпрыгни в окно, а? Ну, прошу тебя. Допустим, смотри. Я не знаю, как, 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 с какого места-то мне считать. Вообще, в принципе, как засечь? Ну, вот здесь вот он, между двух ангелочков, да? Поехали. Поехали куда? Мне надо по часовой. Это против, погоди. Вот между двух ангелочков. Так, погоди, давай выйдем, и я сейчас заново начну. Ага. Давай, по часовой едем. Раз. Погоди, так, а может и не круги? Может, обороты ручки надо? Погоди, ну-ка, давай-ка попробуем. Во! Когда мы крутили, там был такой звук, типа, щелк, 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 щелк. Короче, дзынь, дзынь, дзынь. Все, я понял. Коридор, второй этаж. Окей. Бля, ну смотри, дом еще не развалился. Ага. Главное запоминать, где шкафы стоят. Интересно. А тут есть сохранение? А тут сохранение нет. Тут есть только автосохранение, которое у меня пока недоступно. Ты чё, дурной, что ли, блядь? Куклами кидаются кто-то. Узью монокль. Чего? Чего найти-то мне? О, нихуя себе. А как в смысле? Ты что-то понял? Идешь прямо, направо и налево. То есть это прямо, направо и налево. И чё? Ну? Блядь, так тут стена. Послушай, не-не-не-не-не-не, мозга. Ты чё ты меня хочешь, мелкий, блядь? Найди, найди. Что найди? Я немножко не понимаю. Монокль. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Ааа. Блядь, по шагам надо считать. Чё, серьезно? Раз. Погоди. И что? Я, конечно, извиняюсь, но это какая-то поебота. Четыре шага, потом направо два шага. Так и что? Так, короче, мелкий, пошел ты нахуй. Ага, вот так, значит, да? Пиздец. Здорово. Тысячу лет не виделись. Питер, спаси нас. Кто ты? Выпусти меня отсюда. Я твой отец. Я помогу тебе выйти. Только, пожалуйста, помоги мне. Я не помню, чтобы у меня был отец. Я тебе не верю. А ты что, пробирочный, что ли? Питер, это из-за нас ты оказался здесь. Ты должен снять заклятие, которое на нас падает вот уже 12 лет. 12 лет назад мы тебя спасли ценой нашей жизни, но застряли здесь не всегда. Мы не можем выйти отсюда. Ты единственный, кто может освободить нас. Где ты? Где ты? Моя душа помещена в эту куклу. Надо найти все части этой куклы и снять заклятие. Как я их найду? С помощью монокля, как еще? Карта. Что? Со мной через доску у Уиджи связался дух, который сказал, что он мой отец. Я ничего не понимаю, я совсем не помню отца, да и вообще про семью. Неужели я жил тут, и они спасли меня от проклятия? Можно ли доверять им? Выбора у меня особо и нет. Мне кажется, надо помочь. Что? Ооо. Окей, я понял. Да какой монокль эту хуйню возьми? Понял. Так, ладно, у нас проскочило с тобой в любом случае сохранение. Нам теперь надо пилить куда-то туда, поэтому продолжим следующей серии. Так что, если интересненько, то обязательно подписывайся. Жду тебя в комментариях. Ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман, и до новых игр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.